Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий и сегодня мы говорим про Зенит. Если вы подписаны на мой твиттер, то, наверное, видели, как меня постоянно упрекают в том, что раз я из Петербурга, то я по умолчанию бомж, я болею за Зенит. Но это не так. Раньше я действительно болел за Зенит, переживал в детстве, но потом перестал поддерживать эту команду. И сейчас я вам расскажу эту грустную историю любви. До 2003 года я как-то дефолтно топил за Сатурн РЕН-ТВ. Ну, мне казалось, что раз по РЕН-ТВ показывают мультики, а есть команда Сатурн РЕН-ТВ, то нужно так проявлять свою лояльность, и все, я болельщик Сатурна. Но я был таким же болельщиком, как Алексей Навальный, фанат Спартака. Ни одного футболиста я не знал. А потом, осенью 2003 года, мы с родителями ехали из Петербурга в мою родную Гатчину, и в тот же вечер играли «Зенит» и «Спартак». И я просто смотрел в окна автомобиля и видел, что другие тачки, почти все, едут с флажками из окон, с флажками «Зенита». И бибикали, когда были голы, и у всех, кажется, была врублена радиотрансляция. Город жил этим событием, этим дерби двух столиц. «Зенит» выиграл в тот день, и я с этого момента осознанно начал болеть за «Зенит». Я стал фанатом Киржакова, мама мне накупила кучу справочников «Спортэкспресса» и других изданий, таких толстых прям, со всеми составами и так далее. И к началу сезона 2004 я уже знал вообще всю фактуру важную. И я готовился к тому, что «Зенит», ну, раньше был вторым серебряным призером, что сейчас «Зенит» выиграет чемпионство, нужно же расти, нужно же прогрессировать. Меня очень сильно радовал Петерджелло, его пресс-конференции, когда он говорил «так не можно играть». Я никогда не буду чемпионом. Никогда. Когда он с грустными глазами после любой ничьей стоял, ну, просто было видно, что чувак заряжен на атакующий футбол, что он помешан на тотальном футболе, что любая потеря очков его раздражает, что если «Зенит» забил меньше двух, то для него это уже, ну, что-то такое грустное. Конечно, короче, я больше всего ценил в том «Зените» не только стиль, потому что, ну, они реально бежали в атаку моментально, забивали на оборону, просто всей командой неслись к чужим воротам. Это был настоящий тотальный футбол. Я не знаю, кто лучше играл в истории чемпионата России. Ну, мне сейчас скажут, что «Динамо» в 2011, кажется, году с Сергеем Силкиным, но это было полгода, а «Зенит» Петерджелло феерил, ну, минимум, два с половиной сезона. Но самое крутое, что тот «Зенит» состоял из игроков не дороже миллиона евро. Самым дорогим был Влад Радимов, по-моему. Пока «Спартак» брал себе «Ковенаги» почти за 10 лямов, пока «ЦСК» подписывал себе «Вагнера» «Лава», «Зенит» жил очень скромненько. Там были чехи, там были свои воспитанники, просто пачка своих воспитанников. Быстров, Денисов, Власов, Аршавин, Киржаков, Малафеев. Все тогда играли. За эту команду реально хотелось болеть. Юра Дудь жил в Москве, но он признается, я болел, говорит, за тот «Зенит». Дружил с питерскими журналистами, чтобы быть поближе к этой команде. Делал, кстати, интервью с Петерджеллой в то время. Ну вот, и я реально фанател. Мне нравилось, что «Зенит», ну, не то чтобы бедный или нищий, а просто «Зенит», который уступал в бюджете московским клубам, регулярно их драл. Тот же «Локомотив» в гостях в Черкизово, когда Киржаков положил головой в падении. «Спартак» дважды в сезоне 2004 просто угандошили. 3-0 в гостях, 2-0 дома. При том, что когда было 2-0, там уже, по-моему, и Оленищев присоединился к «Спартаку», и к «Венаге» был. Короче, состав «Спартака» превосходил, наверное, по стоимости от «Расфермаркт» всю обойму «Зенита». Но в 2004 году, к сожалению, москвичи и крылья Советов отодвинули «Зенит» не только от «Трона», но и от «Тройки». Потом в 2005 году «Зенит» был уже шестым, хотя играл в начале сезона очень круто, но зато вышел в Еврокубки. С очень недорогим бюджетным прям составом «Зенит» оказался в Еврокубках. И в четвертьфинале играл «Севильи», и до этого прошел «Марсель». Но просто вдумайтесь, «Зенит» Петержеллы, вот тот самый «Зенит», где не было дорогих футболистов, на велодроме погасил «Марсель». Андрей Аршавин закинул Фабьену Бортезу в дальний угол, тому самому Фабьену Бортезу, который спустя несколько месяцев играл в финале Чемпионата мира в Германии. Но это был какой-то космос. Мы себя ощущали в Питере маленькими, но очень гордыми и готовыми просто укусить вот так вот. А потом, в конце 2005 года, пришел «Газпром», потому что «Зенит» занял всего лишь шестое место в чемпионате. Алексей Миллер расстроился, позвонил Сергею Фурсенко и сказал «Серега, все, бери дело в свои руки, бабки не проблема, будем покупать». Но Петержелли никого не купили. Петержелли человеку, который поднял «Зенит» с 10-го места на второе, и потом там держал уже в топе Чемпионата России «Зенит», стал топ-клубом именно при Петержелли. Не то, что на один сезон куда-то подлетели, а вот стабильно. Играли в Еврокубках, Киржаков реально прогрессировал, Аршавин тоже, Радимов им раздавал передачи. Приехал Мартин Шкартел, вообще непонятно откуда, который потом стал легендой Ливерпуля. Все это было очень рок-н-ролльно, очень круто. Но Петержелли на бабки «Газпрома» никого не взяли, потому что, ну типа, «Власт, это же игроман, зачем на него тратить деньги?» «Дайте подождем, пока он облажается, выгоним его и возьмем кого-то солидного». Ну так и вышло, подписали «Дико адвоката». Но «Зенит» стал очень сытым, очень холеным. И я просто чувствовал, что как только бюджет «Зенита» раздулся жирнее бюджета ЦСКА, бюджета «Лока», бюджета «Спартака», мне стало почему-то неинтересно. Плевать, что это «Газпром», государственные это бабки, бюджетные, неважно. Если бы просто пришла какая-то жирная компания, ну вот просто, не знаю, из космоса сейчас возьмем идею, Apple пришла и начала спонсировать «Зенит», мне все равно было бы не кайфово. Потому что с детства у меня такая философия, воспитанная, видимо, на том «Зените», что самое классное, это за скромное бабло сделать что-то легендарное, пахальное, успешное. И, конечно, эти эпитеты не подходят к сайту «Палач», но, ребята, мы в 2015 году начинали вдвоем с однокурсником на 6 тысяч рублей делать сайт. Сейчас на этом сайте работает больше 10 человек, он собирает 2 миллиона посетителей в месяц, и у нас довольно солидные обороты по баблу. Но мы начинали с 6 тысяч рублей. Я считаю, что вот это как раз соответствует той философии, которая была у «Зенита Петржеллы». А, например, если бы мы искали инвестора, искали где-то бабки, брали кредиты, жили бы вот так широко и кайфово, то это был бы «Зенит» в «Газпромовскую эпоху». Я считаю, что результатом можно гордиться, если он превосходит твои возможности. Ну, то есть, например, кубок УФА – это суперкруто. Разгромить «Баварию» 4-0 – это мега классно. Кстати, люди, которые верят, что это был договорняк, проверьтесь, пожалуйста, у докторов, потому что, может быть, есть лишняя хромосома все-таки. Я вот не могу допустить, что весь состав «Баварии» сдавал матч ради какой-то газовой трубы. Что это за ахинея? В Москве успокойтесь, пожалуйста. Нет, «Зенит» просто вышел и смял ту «Баварию». Возможно, «Бавария» не очень хотела сама по себе. Но, как вы представляете, что Оливер Кан свой последний международный матч завершает именно таким образом. Пропускает дубль от погребника Паши. Я не могу себе это представить. Так вот, кубок УФА – это кайфово. Это то, чем можно гордиться. Но, например, российское чемпионство, когда дважды проиграли «Спартаку» в 2007 году, я не сильно радовался, честно. Мне было обидно, что дважды уступили «Спартаку». Меня прям это грызло. Или, допустим, участие в Лиге чемпионов. Но с таким бюджетом «Зенит» реально должен там участвовать каждый год, а не пропускать три сезона, как вот недавно. Ну и таких моментов очень много. Поэтому за бедный «Зенит» болеть было приятнее. Этому «Зениту» я скорее симпатизирую, ну просто на фоне других клубов. Но я не болельщик «Зенита». Мне не в кайф ходить на стадион. Вот я помню, просто пришел на Петровский в первый раз в жизни. В 2006 году это праздник, это на всю жизнь. «Зенит» шинник, первый голф от «Тихо-Теке». Плевать, что его купили за 10 лямов. Все равно я наслаждался. Я тогда еще был ребенком, и это было для меня мега событием. А сейчас, ну, идти на «Зенит», ну только на топ-матчи, просто так вот как-то провести время, не знаю, я себе не могу представить, что я бы прям фанател от этой команды. И я еще раз говорю, неважно, какое происхождение у денег. Главное, что «Зенит» с огромным отрывом лидирует по бюджету в РПЛ. Вот для меня, после «Зенита» Петрожеллы, самая любимая команда – это «Реал Мадрид» Зидана. Казалось бы, «Галактикос», «Перес», «Шопоголик», обожая тратить миллионы. Но посмотрите, кого брал «Реал» при «Зидане». Да почти никого. «Зенит» пришел, взял этот состав, и трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов. Вот это, опять же, то, чем можно гордиться. За что я не люблю «Зенит»? Ну, такого полно. Например, нам никто не объяснил, почему «Гарай» перешел в «Зенит», а не в европейский клуб, если та же «Бавария» какая-нибудь предлагала 20 миллионов евро Бенфике, а «Зенит» заплатил 6. Кажется, тут была какая-то махинация. Или никто не сказал, за какую сумму во времена, когда над «Зенитом» сгущались тучи финансового фейерплей, Томаш Губачан ушел в «Динамо». Там могли просто любые цифры прописать, чтобы «Зенит» спасти от санкций УЕФА. Но больше всего меня бесит даже не эмиграция игроков в Сочи, не ситуация с Кокориным, а то, что каждый раз, когда «Зенит» попадает в Лигу Чемпионов, ему достается ультралегкая группа. Ну, один раз, ладно, бывает. Два раза, ну, хорошо совпадение. Три раза уже подозрительно. Четыре раза – это тенденция. Все делается для того, чтобы «Зенит» выходил из группы, а он все равно иногда не выходит. Ну, как так-то? Кстати, в Москве очень любят рассуждать о том, что «Зениту» очень помогают судьи. Есть даже термин «вилковщина». Типа, вот, есть ручной судья Михаил Вилков, который топит за «Зенит». Но я смотрю РПЛ, стараюсь быть объективным, я бы первый вопил, если бы кто-то помогал «Зениту». Ну, нет такого, друзья. Ну, судьи просто у нас кроты, как говорит Михаил Барзыкин. Они слепые, они ошибаются во все стороны. И когда «Спартаковские» фанаты говорят, «О, вот, посмотрите, матч «Зенит» и «ССК», там что творил «Вилков»?» Я говорю, друзья, да вам в первом туре засчитали гол, который засчитывать нельзя. Жигой его забил в ворота Сочи. Что-то вы не возмущались. Там был явный фолл, но почему-то вы не бухтели. Короче, про то, что судьи прям помогают «Зениту» открыто, это явный бред. Вы никогда меня в этом не убедите. Но другие факторы, вот всякие сутрмины за 50 тысяч рублей, опять же, вот эти переходы, аренды с Ростовом были муткие несколько сезонов назад. Сейчас то, что происходит в Сочи, фармклуб, фактически в одной и той же лиге играют «Зенит» и его фармклуб, как «Шахтер» и «Ильичовец». Меня это, конечно же, угнетает. Я не могу в полной мере болеть за «Зенит» из-за таких вот движух. Друзья, будьте бедными, будьте гордыми, цепляйте всех богачей, лидеров и так далее. Сами становитесь лидерами, растите над собой, ну и не болейте за «Зенит». По крайней мере, за сегодняшний «Зенит». А Петр Желли, разумеется, респект и спасибо за счастливое детство. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Чао!